Друзья, всем привет! И мы сейчас приехали в Анталию, наконец-то. И до этого мы жили где-то недалеко от Белека, в общем, в какой-то деревушке. И я очень рада этому, потому что я смогу сотрудничать с визажистами, стилистами, моделями. Их здесь гораздо больше русскоязычных. И, в общем, мы доехали на автобусе, стоило где-то 20 эфир. Это примерно 100 рублей. Потом пересели в такси. И где-то мы сейчас недалеко от центра ходим, бродим. Просто решили вот так вот найти отель прямо на месте, чтобы было наверняка. Потому что на фотографиях у некоторых все выглядит иначе, чем в жизни. Вот я вижу сейчас уже знакомые улочки. Мы здесь жили, когда только приехали. Я здесь жила один день в отеле Миньон. Очень, кстати, симпатичный. И сейчас выберем себе какое-нибудь еще. Почему мы туда переехали? Потому что буквально неделю или две назад цены были очень высокие. Сейчас все как-то снизилось. Поэтому мы снова здесь. И дней ближайших 10 точно будем. Друзья, в общем, мы пришли в такой отельчик маленький. Просто шли, шли, шли и пришли. На самом деле мы его в прошлый раз еще присмотрели. Называется Castle in Hotel Boutique. В общем, я оставлю название вот здесь. Стоит всего 1000 лир в сутки на двоих вместе с завтраком. Так, друзья, посмотрите. Вот здесь такой дворик миленький. Такие вот столики, стульчики. На видео прям как будто бы, если честно. А сегодня еще куча. Вот здесь там, кстати, меня. Что это такое? Вот здесь вот. Напишите в комментариях. Сейчас пока пару минуточек. Ждем, пока там Моннер подготовит или что-то в этом духе. Ой, я очень рада. Это супер-крут выглядит просто. Котанки. Вау. Котанки. Да, ух ты. Давайте, пока мы еще здесь все не насвинячили, я сделаю маленький рум-тур. Здесь есть сейф, телевизор, который мы так и не включим никогда. Тут есть холодильничек маленький. Чайник. Кофе, чай, какие-то, не знаю, конфетки, чашечки. Зеркало. Такая вот эта точка. Так, окна. Окна. Вообще супер уютно. Класс. Просто класс. Хорошо, что мы не выбрали первый отель. Такой шкаф, вешалки. Одеяло, тапочки. Так, там тоже, видимо, одеяло. Кондиционер есть. Такая классная кровать. Просто мне так нравятся вот эти вот стены. Такие они какие-то бетонные. Просто супер. Телефон, светильник, сундучка. Ой, вообще. Так, и давайте мы с вами ванну посмотрим. Тут еще один блогер. Здрасте. Так, такая большая, прям, как будто джакузи. Не знаю, работать она будет или нет. Ой, даже фен есть, посмотрите. Удивительно. Так, и здесь шампунки всякие. И было класс. В общем, номер, получается, на наши деньги где-то 3,5 тысячи рублей. И, причем еще и вместе с завтраком. Завтрак включен. И это на двоих. Шикарно. Итак, друзья, мы пришли в супер прикольное место. Называется Луна. Это такой ресторан, где нет вообще алкоголя. Все такое, ну, не даже чтобы полезное, но... Типа эко, но не совсем. И этот ресторан находится под открытым небом. Как вы видите. Мы здесь уже были, не знаю, раз 5, наверное. И в предыдущих влогах можете посмотреть, что мы брали, ели. В общем, очень классное местечко. И народу здесь всегда очень-очень много. Сладкая вата. Это такая подача у них тут. Да? Да, я в прошлый раз американую заказывала. Там тоже сладкую вату принесли. Поехали. 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 Посмотрите, друзья, сколько здесь котиков просто. друзья общем мы гуляли и зашли в такой бар на самом деле мы даже не собирались ничего пить просто посмотрите на эту красоту здесь столько книг что мы решили что нам нужно посмотреть за каждым столиком доброе утро добро пожаловать следующий день и сейчас мы с вами пойдем на завтрак вот такой вот скромный завтрак тут максимально у меня скромный завтрак получился ничего для себя не нашла это 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 вот вот и Бач, 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 бач. Ушки, ушки. Привет, привет. Ха-ха. Все хорошо. Все хорошо. Так, друзья, в общем, я взяла сэндвич с сыром. Такой красавчик. Сейчас буду второй раз завтракать, можно так сказать. И еще купила, включите мне Андрей, купил всякие штучки. Тоже вам покажу. Вот у них такой местный магазин. Вот такой. Посмотрите, как вкусненько выглядит просто. Мне нужно было кое-что докупить. Мы в этом магазине, и мы там уже покупаем второй раз. Там есть одна цена, а есть вторая цена по карте покупателя. И второй раз нам девушка-подарец сама дает эту карту. Поэтому все очень приятно. У меня вот заканчивается шампунь. Я купила вот такой Джон Фреда. В Москве я часто пользовалась и таким, и, знаете, более классическая версия. Далее голубенький такой, и в Москве он стоил где-то 800-1000 рублей. Я выбрала самый простой гель для бресья. Никогда не пользовалась таким, который просто вот в откручивающейся упаковочке. Он просто оказался самым маленьким, а для меня сейчас это очень важно. Потому что неизвестно, сколько мы еще здесь будем. Далее вот такой вот крем. Я покупала в том же магазине в сентябре. Похоже, это крем для лица с СПР. Здесь просто какой-то Q10 обычный. А этот, он еще и BB крем. То есть он будет с таким немного тоном. Ватные диски для снятия макияжа в основном. Дальше дезодорант. Потому что я с собой вообще не брала никакой. Свой дезодорант я оставила дома, потому что он слишком громоздкий. Пришлось взять маленький. Умывалка, пенка. Мне нравятся пенки, потому что у меня есть специальная губка. Хотя здесь даже не сто, а 150 миллилитров. Но маленьких пенок я не нашла. Все это вместе вышло на русские деньги. Чуть меньше 1300 рублей. Там 1280, что-то там. Чтобы вы понимали, скорее всего в Москве один такой шампунь стоил бы этих денег. Так что я считаю, это очень выгодные покупочки. Друзья, сегодня мы едем или идем даже пешком прогуляться до пляжа. Может быть, поедем, я не знаю. В общем, я вам покажу. На морюшко сходим, погода хорошая, все прекрасно. Я хотела вам сказать такой моментик про турецкий язык. Я выучила выражение 10, наверное. Что за типы там? Мерхаба, привет. Гунайден, доброе утро. И Гунлар, добрый день. И Акшамлар, добрый вечер. Тащикюр и Дарим, спасибо. Ну и так далее. В общем, я считаю, что довольно неплохое произношение. И многие турки, когда слышат это, они начинают со мной общаться. Они начинают что-то спрашивать. А я такая, как бы, здравствуйте. И сейчас в Старбаксе мы так мило пообщались с Бористом. То есть просто я начинала говорить на турецком. Он такой сразу улыбается. И вообще, это, конечно, для многих уже привычная история. Но некоторые прям так радуются, когда ты говоришь даже пару слов на турецком языке. Так что, друзья, если вы подъедете, обязательно выучите хотя бы чуть-чуть. Вам самим будет приятно, а людям будет вдвойне приятно. Это погода? 26? Друзья, мы сейчас ходили на обед в Луну, как вы видели. И сейчас мы едем с Андреем куда-нибудь на пляж. Сначала заехали на один, но там прям не было такого спуска приятного, самого песочка. И сейчас мы едем на другой, где уже будет песок. И Андрей поймал такси прям вот на дороге. То есть здесь бывают районы, где битакси-приложение не работает. Так что мы сейчас вот так вот поймали и едем. Друзья, в общем, мы приехали на пляж. Тут прям такая Калифорния. Очень красиво. Супер. Ещё есть маленький такой скейт-парк. Мы гуляли-гуляли вдоль моря. В общем, нашли вот такой вот пляж оборудованный. Стоит всего лишь 120 лир на двоих. Так что мы решили остаться тут. Так как на протяжении всего пляжа камушки, это прям очень-очень nice.